Добрый вечер всем! Как меня слышно? Давайте сейчас мы поставим плюсики. Так, отлично, меня слышно. Прекрасно. Теперь давайте поставим баллы. Как хорошо меня слышно. От нуля до десяти. Давайте поставим баллы. О, прекрасно. Десять баллов. Ну, это даже одиннадцать баллов есть. Ну, одиннадцать баллов. Это значит с плюсом. Прекрасно, прекрасно. Тогда давайте мы сейчас одну... Дайте мне пару секунд, чтобы я сейчас настроил немножко, немножко настроил программу. Так. Ну, все. Все замечательно. Все замечательно. И мы тогда начинаем. Мы начинаем наше занятие. Итак, я еще раз всех приветствую. Ирина пятнадцать баллов поставила. Спасибо, Ирина. А вот Татьяна девять почему-то поставила. Татьяна, это проблема с вашим компьютером. Пересмотрите ваш компьютер. Итак, конференция работает прекрасно. Все замечательно. Галя двадцать пять. Молодец, Галя. Спасибо. Двадцать пять. Так. Ну, шутки в сторону. Хотя у нас весь апрель, должны мы шутить, да? Весь апрель это хороший месяц. Все цветет. Зима в Канаде заканчивается. Солнце. Погода прекрасная. И все прекрасно. Все у нас прекрасно. Более того, должен сказать, что сейчас аксесс становится более актуальный, чем раньше, потому что в мире много проблем появляется. И людям сложно становится зарабатывать в интернете. Много всяческих проблем. И опять вывод один. Все уходят и приходят, да? И наоборот приходят и уходят. А аксесс остается и проходит все невзгоды. Поэтому сегодня я думаю, что я хочу повести сегодня наше занятие немножко по-другому. Я бы хотел, чтобы вы сегодня мне задавали вопросы. А я на них буду пытаться отвечать. Причем не все сразу, конечно. Я буду что успевать, да? Потому что интернет у нас как бы прыгает, да? Вопросы убегают, если их сразу много. Поэтому не обижайтесь, если вдруг на какой-то вопрос не отвечу. Что я сделаю? Я потом пересмотрю все вопросы. И все-таки отвечу человеку на вопрос. Единственное, что я хотел бы, чтобы вопросы были корректны, да? Потому что люди всегда, особенно когда их не видно, да? Их не слышно. Они так любят что-то такое вот задать. И как правило, люди любят всегда искать свои недостатки личные в чужих, да? На чужих людях или чьих компаниях. И иногда, так сказать, чтобы себя утвердить, люди иногда нехорошо поступают. Поэтому давайте будем смотреть. Я постараюсь комментировать. Итак, я Семен Розенберг. Сегодня хочу отвечать на вопросы по Аксессу. Я надеюсь, что вопросы будут по теме, да? По теме. По теме Аксесс, да? То есть я бы не хотел, чтобы мы переходили на политику. Да, я в ней все равно ничего не понимаю в политике. Я считаю, что все должно быть направлено для людей. То есть любая политика, она должна быть направлена на совершенствование личности. Потому что любое правительство, оно должно быть создано для людей. Поэтому я бы не хотел, чтобы мы здесь в чате начинали сегодня на лекции говорить о политике. Потому что это уйдет много времени. И я не тот человек, который разбираюсь в этих вопросах. Итак, пожалуйста, давайте будем задавать вопросы. И кто первый задаст вопрос, я буду по порядку отвечать. Я жду вопросы. Ну, пока поступят вопросы, да? Нету пока ни одного вопроса. Пока вопросы будут поступать, я немножко буду что-то говорить. Как стартовать новичку? О, хороший вопрос. Как стартовать новичку? То есть я не могу давать рекомендации, как кому-то поступать. Я бы отвечу так, как бы я поступил бы. То есть что бы я сегодня делал бы, если бы я был новенький. Первым делом тут есть как бы два направления. Потому что Аксесс это очень громадная компания, да? Это громадная компания. И я попробую сейчас даже найти слайд, который демонстрирует эту компанию, да? Это компания, которая имеет очень много направлений. Да? Это компания, которая имеет реворды. То есть можно зарабатывать реворды. Пока вот больше не пишите вопросы, потому что я вот буду отвечать на этот вопрос. Чтобы не было сразу там еще 10-20 вопросов. Реворды. Есть направление Аксесс на маркетинг. То есть это целая рекламная поисковая система. Целое направление рекламы. Вы же понимаете, это целое направление. Есть направление банковской системы, да? Потому что у нас это целый банк внутри. Я вам скажу, у нас акций более миллиона ежедневно транзакций. Да? Никонки имеют столько транзакций. У нас и интернет-услуги, это веб, да? И хостинги, и имейлы, и все что угодно. И домейны. Это и веб-каст, да? Наша конференция, которую вы сейчас видите. То есть целый ряд направлений. И бизнес-сервисы, которых множество. И сейчас только в апреле месяце выйдет несколько бизнес-сервисов. Выйдет бизнес-листик для рекламы. Выйдет Ю-Чат. Великолепный продукт. Стиф Реннер говорит, что в Ю-Чате у нас будет 50 миллионов человек со временем. И выйдет классифайд, да? И, конечно, мобильное направление. Это огромное направление. То есть много всего. То есть можно пойти, отвечая на этот вопрос, можно пойти по принципу изучать все эти направления. То есть становиться профессором. Как я говорю, заканчивать институт. Я вам скажу, я уже 5 лет занимаюсь, и то всех направлений досконально не знаю. То есть можно пойти по этому направлению. Это направление, на мой взгляд, неправильное. Почему? Потому что долго времени занимает. Есть второе направление. Начать зарабатывать. То есть я бы лично пошел по направлению заработка. Сразу зарабатывать. И параллельно обучался. Что нужно для того, чтобы заработать? Чтобы заработать. У нас бизнес, я вам скажу, вот я вот 5 лет в этом бизнесе, больше уже 5 лет. И я вам скажу, люди в этом бизнесе делают не то, что я им говорю, а то, что я делаю. То есть если бы я, допустим, пошел, купил бы там, я не знаю, рекламу на 10 долларов, а говорил бы, о, ребята, как выгодно купить рекламный пакет там за 10 тысяч или за 5 тысяч, ну никто бы не делал бы это. Все бы делали только то, что я делаю. Но когда я пошел сам, купил себе пакет рекламный, еще ничего не понимая, за 5 тысяч один раз, потом я пошел купил еще себе пакет, потом еще купил себе пакет, люди примерно делают то же самое. Но для чего я покупаю? Я покупаю, во-первых, для того, чтобы показывать, что у меня идет, что я зарабатываю. То есть я должен демонстрировать. Во-первых, я должен убедиться сам, что это работает. Потому что если это не работает, может быть, мало ли что люди говорят, мало ли что кто-то с лекцией говорят. Я должен убедиться, что эта штука работает. То есть я когда зашел, посмотрел, я посмотрел, что у меня деньги приходят, я пошел, эти деньги вывел на свой счет, я смотрю, что они работают, я говорю, смотри, ребята, я делаю вот это и получаю вот это. Мне говорят, а за что, а что ты покупаешь? Я говорю, я купил рекламу, которая мне сегодня пока не нужна, потому что у меня не было другого, не было бизнеса, который нужно было рекламировать. Но прошло 5 лет, я набирал столько себе рекламы, и сегодня я делаю себе рекламу. То есть я набрал сначала рекламу, а потом придумал бизнес, куда тратить эту рекламу. То есть у меня было 2 выбора, пойти продать эту рекламу, либо придумать себе бизнес. Я себе придумал бизнес, и очень доволен. То есть я думал, 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 и в конце концов придумал. То есть я думал, слушай, у меня есть реклама, которую я зарабатываю, куда я ее могу применить? И придумал себе бизнес, да, то есть мысль так работает. Это раз, да? То есть я покупал продукт, который никогда не испортится. Одно дело, я пошел, скажем, купил там какой-то крем или мазь, прошло время, она испортилась, я ее выкинул. Что, собственно говоря, и было, да, я неоднократно это делал. Я пробовал, потому что я всегда люблю пробовать, потому что я, так сказать, начиная с 90-х годов, я пришел к выводу, что если люди мне что-то предлагают, во всяком случае, всегда нужно послушать. И никогда не отказывать, абсолютно. И всегда нужно попробовать. Может, из этого что-то будет. То есть не всегда оно получается хорошо, но опыт, как говорится, есть. Как говорил Звонецкий, да? Это раз. То есть я убедился на себе, что реклама эта работает, что деньги действительно зарабатываются. Что я делал дальше? Я пошел то же самое, рассказал пятерым своим лучшим друзьям. Все. Причем я еще-то сам ничего не понимал, и мне даже некуда было пригласить людей, чтобы их послушали. Я просто позвонил своим друзьям, говорю, вот давай пять тысяч, и я тебе в бизнес хороший запишу. Он говорит, какой? Я говорю, а потом разберемся. Ну, поскольку они мне верили, что я не подвожу людей, то есть если я приглашаю, если я говорю, я ответственно это говорю. И люди пошли за мной. И ни один не сказал, что он, так сказать, пожалел, что он пошел. Все эти люди, которых я пригласил, они все на сегодняшний день рабочие, да, все работают, и все зарабатывают деньги. И вывели много-много раз больше, чем там даже не 200, не 300, не 500. То есть это как бы не инвестиция, они заработали. Почему? Потому что выгодно дублицировать. Потому что это, я говорю, компания рекламная. А в рекламную компанию, здесь, когда ты приглашаешь людей, эти люди становятся трафиком. Вы понимаете, то есть в обычной компании сетевой, когда ты приглашаешь, ты приглашаешь сетевую компанию. Здесь ты приглашаешь людей создать трафик. И поскольку трафик, да, в интернете это самое главное, то есть что мы все делаем на самом деле, что делать все эти продукты, реверды, аксесс направления, векеш направления, вебс направления, вебкасс направления, бизнес сервис, какая их конечная цель в интернете? Трафик. Трафик, да, но интересный такой момент. Люди пользуются тем, что им надо, да, если человеку нужна реклама, тут вообще разговора нет. А если человеку не нужно делать рекламу, так он расскажет другому, что у нас есть место, где можно делать рекламу. Причем, посмотрите, какой идет сильный рост. Мы были еще недавно на 800 каком-то месте, сегодня на 400. То есть просто выгодно. То есть человек сегодня вносит не в пирамиду, не в какой-то с кем, да, или обман. Человек вносит в реальный бизнес деньги. В реальный бизнес. Причем, если этот бизнес ему нужен, так вообще нет разговоров. А если он ему не нужен сегодня, так он ему понадобится потом. Почему? Потому что реклама, это все равно растет. И брат его, сват, его знакомый, все равно кому-то понадобится. То есть оно не пропадет. Но самое главное, что я начал зарабатывать деньги, да, и это первое, что я увидел, что я начал, то есть я зашел в этот бизнес, где мой главный продукт, мой главный продукт, это возможность заработать законно. Это главный продукт. То есть нужно в этом все море всего видеть главное. Главное – возможность заработать через интернет, сидя дома в тапочках, заработать. Это возможность. Законно, легально, никого не обманывая. Это самое главное, да. Потому что когда вы зарабатываете, и оно, так сказать, незаконно, то есть вы себя чувствуете некомфортно. Второй момент. Второй момент. Люди говорят, хорошо, вот вы говорите о свободе финансовой. Если это труд, какая это свобода? Да, правда, это труд, это не халява. Но компания готовится к выходу на IPO. Что такое IPO? Это фондовая биржа. Причем мы все с вами грамотные, мы читаем газеты, мы читаем, мы смотрим телевидение. Все компании, основные, большие, крупные компании, которые растут и которые находятся на бирже, они становятся очень богатые. Причем сегодня те компании, которые там Facebook, Google, ну серьезные компании, да, которые зарабатывают на рекламе, они уже сегодня свои деньги зарабатывают. Им напрягать не надо свой организм, да. А наша компания, как сказал Стив Рейнер, мы будем не вторые, а первые в области рекламы. Причем та стратегия, которая всего выбрана, что в одном месте будут и продукты, в одном месте будут и видео, в одном месте будут и сервисы, в одном месте человек будет зарабатывать, в одном месте человек, пользуясь этими же продуктами, тоже будет зарабатывать. То есть как бы в одном месте, и тут же пользоваться рекламой. То есть если сегодня множество компаний, которые каждый в отдельности представляет определенные сервисы, то у нас изюминка, то что у нас будет все в одном. И мы в этом месте, и людям проще. И самое главное, что людям объяснят. И самое еще главное, то что это все на русском языке. Вот, вот в таком случае, да, когда все это в одном месте, я думаю, это изюминка. И возможно, они таки будут первые. Возможно. А если нет, то по-любому, даже если они будут на трехсотом месте, на четырехсотом месте, реклама, она уже дает доход. И как только они понижаются, имеется в виду повышаются, на самом деле ниже место берут, как только они растут, реклама дорожает. И мы все зарабатываем. То есть заработаем по-любому. Если мы будем плохо работать, заработаем меньше. Если будем работать хорошо, заработаем больше. Поэтому есть смысл мне сегодня спокойно, да, с открытой совестью приглашать людей сюда. Причем, когда сегодня столько много проблем в интернете возникает у людей, да, у многих лидеров, не сразу все поймут, да. Но люди сюда начинают приходить очень серьезные лидеры. Хотя еще сегодня нет той очевидности, которая будет через какое-то время. Поэтому, что я делаю, то есть фактически, да, отвечая на вопрос, что я делаю? Я захожу сам и приглашаю своих друзей, да, друзей и знакомых, и помогаю этим друзьям и знакомым делать то же самое. А что именно? Почему пять я приглашаю? Потому что на самом деле мне нужно три. То есть суть в чем? Когда я преуспею, когда вот эти первые три человека, которые я пригласил, преуспеют, по-другому не может быть. То есть я не могу преуспеть без них. Поэтому что я делаю? Я начинаю им помогать, тем, кто хочет. То есть я говорю, идем со мной. Шесть, три. Почему шесть? Потому что из шести три точно должны, так сказать, получиться, да. Ну, это статистика. Поэтому я говорю, ребята, я вам помогу, если вы хотите. То есть я не могу человека заставить или что-то за него сделать. Но я могу помочь ему, чтобы он сам себе помог. Вот так. Да, вот так вот сказать. Такое вот сочетание. И если эти люди хотят, и я им помогаю, тогда я начинаю расти. Что я делаю следующим шагом? Я каждому из них помогаю, чтобы у них было по три. Каждому из них. Тогда я еще больше расту. Когда те вырастут, которые подо мной, я больше расту. Вы помните, да, наш маркетинг план, когда у меня три, да, я поднимаюсь. Когда те три поднимаются, значит, я поднимаюсь еще выше. И в результате, когда я, скажем, поднимусь, скажем, на серьезный уровень, да, получаются серьезные вещи, да. То есть там я расту, там, gold, там, platinum, там, diamond, blue diamond, black diamond. И там получаются серьезные проценты за то же самое, да. Почему надо расти? Потому что делая то же самое, мы получаем большие проценты, получаем разные результаты. Поэтому смотрите, сегодня у нас люди, которые за год, за год заработали очень серьезные деньги. Очень серьезные деньги. Ну, я имею в виду миллион и выше. Да, я это называю большими деньгами. Но это и так понятно, что это большие деньги, потому что миллион долларов сегодня, не выходя на работу, да, не выходя за станок. Хотя сегодня, я вам скажу откровенно, да, откровенно скажу, сегодня я вот на прошлой неделе общался с людьми, которые ходят на работу, на работе работают. Понимаете, такому человеку называть цифры миллион, даже неприлично об этих цифрах говорить. Когда люди, ходя на работу, за неделю зарабатывают 100 долларов. При этом 8 часов у станка серьезно человек стоит, да, 9 с чем-то в час, 40 часов, получается, 300 долларов зарабатывает за неделю. И это реальность. И это реальность. Я на прошлой неделе разговаривал с этим человеком. 300 долларов. Человек 2 часа добирается на работу и 2 часа с работы. И 8 часов на работе. И когда ты говоришь ему, что ты можешь заработать миллион, это просто даже нельзя говорить о таких цифрах. Такому человеку нужно сказать 500 заработаешь за неделю, и он будет счастлив. 500 долларов, когда скажешь. А там, когда начинает работать, он видит сам. Потому что человеку нужно поменять сознание, все у нас в голове. Все от наших мыслей. Мысли наши сами создают нашу жизнь. Я всегда об этом говорю. Мысли. Это самое главное. Человек не может поменять свою жизнь, не поменяв свои мысли. И вы знаете, посмотрите передачу «Пусть говорят» за 1 апреля. Интереснейшая передача. Вот смотрите, передача «Пусть говорят», русская передача, за 1 апреля. Там выступает Леор. Человек, который читает мысли людей. Он такие чудеса там показывает. Вот вы будете просто, ну просто сюрприз для каждого будет. Я посмотрел, два раза посмотрел, такое имел удовольствие. И ничего, что я так долго отвечаю на один вопрос, но я думаю, что то, что я говорю, это важно. Это очень хороший вопрос был. Для того, чтобы начать бизнес, нужно поменять свои мысли на хорошие. И вот он показывает, почему. Вот в эту передачу, если вы смотрите, даже не надо никого убеждать. Он говорит, вы никогда не знаете, кто читает ваши мысли. Поэтому думайте всегда хорошо. Итак, подведя итог, потому что я много говорю по этому первому вопросу. Подведя итог, что нужно делать? Нужно войти в бизнес, понимать, что то, что будете делать вы, то же самое буду делать за вами. Поэтому постараться зайти то, так, как вы хотели бы, чтобы заходили другие за вами. И начинать делать то же самое, дублицировать и помогать другим подниматься. Все. И параллельно изучать продукты, применять и начинать их продавать. Соответственно, я думаю, вот так надо стартовать. И параллельно работать над собой. Менять свои мысли. Потому что если у вас сегодня недостаточно денег, то вы их сами создали, эту ситуацию, своими собственными мыслями. Если вы сейчас будете мне возражать, да, и то возражение, которое вы будете мне доказывать, говорить, почему вы не богаты до сегодняшнего дня, это и есть то, что вам нужно поменять. Еще раз. Если вы до сих пор чего-то не имеете, то, что хотели бы иметь, скажем, деньги, это касается всего, кстати, не только денег. Это касается здоровья, отношений, карьеры, там, всего чего угодно. И если вы до сегодняшнего момента, до этой секунды не имеете то, чего вы хотите, спросите себя, почему вы это не имеете, и то объяснение, которое вы сами себе начирикаете, это и будет. Вы будете знать, что вам надо поменять в вашей жизни. Понятно, да? Я думаю, что на этот вопрос я достаточно ответил. Хочу знать столько же, сколько знает Семен Розенберг. Как осуществить? Ну, очень просто. На самом деле, я вам скажу секрет простой. Я такой же, как и все, и родился в том же месте, где и все, и у нас с вами одинаковая история. Что значит история? То есть мы с вами родились вместе, в том месте, на которое всегда нападали. Нападали враги на протяжении многих столетий, и, следовательно, у людей выработался инстинкт, что на нас должны нападать. А когда на нас должны нападать, что мы делаем? Как нам защититься? Как нам построить побольше ворота, крепость? Как нам подготовить? Ну, все соответствующее, да? То есть совершенно другое, как бы, конечно, все это начало сменяться. Другие мысли. Плюс мы родились вместе, мы родились у людей, да? То есть нас родили люди, которые прошли войны, да? Революции, коллективизации, перестройки, я не знаю. Ну, много всего такого, что эти люди прошли. Естественно, они нас также и воспитывали, соответственно, да? Поэтому от всего этого, это все создало наши мысли, да? Наши страхи. А есть закон жизни, говорит, что то, что мы ожидаем, то происходит в нашей жизни. То есть если мы ожидаем благополучия, то всегда будет благополучие. Если мы ожидаем нападения, то будет нападение. Если мы ожидаем бедность, то будет бедность. То есть нужно работать со своими мыслями. Поэтому однажды, я вам скажу, это было в 96-м году, я, в общем-то, был такой же, как и все, и ходил на работу. Ну, все то же самое было, да? Не верил ни в какие бизнесы, никому не верил, да? То есть нас так научили, что, так сказать, если тебе что-то предлагают, значит, это обман. Но однажды я прочитал статью в газете. Консультант трех президентов Соединенных Штатов. Личный консультант королевы Виктории. Личный консультант Форда. Впервые дает лекцию, да? Мне очень заинтересовало это объявление. Я, значит, позвонил по телефону, там приятные люди, значит, на русском языке. Я говорю, что да, такая-то лекция будет. Приезжает такой-то профессор. Вот. И стоимость лекции, по-моему, было что-то 5 тысяч. Ну, сумасшедшие деньги просто. Ну, просто сумасшедшие деньги на тот момент. Это было 96-й год. Это огромные деньги. Но я думаю, раз королева Виктория слушает. Раз три президента Соединенных Штатов консультируются. Я думаю, что мне будет не вредно. И я, значит, купил билет и поехал, послушал семинар. И я понял, да, то есть я прослушал этот семинар, был трехдневный семинар. И я понял, что мне нужно менять все в моей жизни. По всем, так сказать, сегментам жизненного баланса, да, там, и в отношениях, и в здоровье, и в мыслях, и в карьере, и в деньгах. Ну, по всем направлениям, значит, я понял, что неправильно. И понял вторую вещь, что с этим всем, да, все, что мы хотим иметь в жизни, с этим, что это работа, да. Оно не приходит просто так, как многие люди, да, всю жизнь делают одно и то же, всю жизнь делают одно и то же. Но при этом они ждут, что у них в жизни что-то поменяется, то есть ожидают разные результаты. И вот это вот, такой вот переворот случился в моей голове. И с тех пор я просто начал читать, покупать книги, посещать лекции разных людей, разных умных людей. Многие мне не нравились, и в конечном итоге я нашел своих авторов, да, своих авторов, те, с которыми я абсолютно согласен, да, тех, которые, так сказать, мне нравятся, и начал изучать. То есть лет с 96-го года по этот год, да, по 14-й год я фактически это все изучал сам. А сейчас вот решил, что я могу об этом рассказывать другим людям. Вот и все. Поэтому нету ничего другого, нет ничего другого, как работать над собой, учиться. И понял еще одну вещь, да, понял одну очень такую интересную. Я, собственно говоря, задумался, почему люди, как устроен мир, почему я задумывался, одни люди процветают в богатстве, а другие хорошие люди живут в нищете, с великолепным образованием, академики. Я думал, почему оно так происходит, почему религиозные люди, да, верующие, искренне верующие люди в разных религиях, и при этом с ними происходят разные несчастья. А другой безбожник, ему иногда с рук проходит даже убийство. Существуют определенные законы в этой жизни. Часть жизни, да, часть жизни нашей мы получаем по наследству, эти законы, да, то есть то, что мы сделали наши родители, наши предки, потому что есть такая коллективная семейная устремленность, да, или там базовая устремленность семьи. И если в семье что-то, что нужно было исправить, не исправили, то наследники будут это исправлять. Причем оно будет продолжаться до тех пор, пока оно будет неисправлено. Поэтому, если мы ничего не сделали, мы фактически получили от жизни аванс и прожили жизнь зря. Потому что жизнь это не то, что прийти там поесть, поспать, родить детей, как говорили там, посадил дерево, и все, ты свою задачу выполнил. Нет. Жизнь гораздо умнее, гораздо умнее. Если мы на себя посмотрим, просто на себя посмотрим, как устроен любой наш орган, все совершенно по-другому. Совершенно по-другому. И если мы не решим эти вопросы, то мы это воздействие начнем чувствовать на себе. То есть каждый человек должен себя развивать. Он должен себя совершенствовать. И в этом его задача, каждого человека. То есть мы должны пройти все равно с первого по десятый класс. Если человек находится в первом классе, если он двоечник, он будет много лет находиться в этом классе, страдать, быть несчастным, пока не поймет, что ему нужно взяться за ум и переходить в второй класс. Лучше раньше. Это можно начать в любом возрасте, даже в 80-90 лет. Но лучше раньше. И поэтому я иногда, если вы обратили внимание, я концентрирую на этом. Вы не можете поменять свою жизнь. У вас всегда будет то, что у вас есть, если вы будете делать то, что вы делали всегда. Если мы хотим жить лучше, мы должны сделать больше. И другого нет. И в конечном итоге, когда человек пробует, он всегда выйдет на ту прямую, которая выведет его туда, когда нужно. Причем каждый наш шаг всегда поддерживается во Вселенной, и Вселенная начинает нам помогать. Каждый шаг. Если мы правильно поставим свои цели, правильно, правильно определим свое предназначение в жизни и в соответствии с предназначением собственным и собственными целями, потому что иногда мы делаем чужие цели и чужое предназначение исполняем. И проблема – тупик. Вместо того, чтобы идти в гору, мы идем вниз. Потому что нам кажется, что мы хотим иметь то, что хотят, что имеют другие. Мы хотим иметь машину, да, как принято. Общее принятое – это мнение счастья, что вот если у тебя машина, если у тебя там квартира, и если у тебя там хорошие отношения, все, ты счастливый. Это неверно. Это общепринятое. У каждого свое есть предназначение лично, для чего он предназначен. Потому что машина, человек покупает машину, она ему не приносит счастья, потому что она становится старой, эта машина. Здоровье приходит в негодность и прочее. То есть, но когда человек начинает заниматься тем, что его вдохновляет, что его бодрит, его не надо тогда гнать, его не нужно заставлять, он сам бежит. Вы не обращали внимания, что когда вы занимаетесь чем-то, что вас увлекает, насколько это интересно, и вы даже не замечаете, как время проходит, даже если это было тяжело. Поэтому эта задача каждого человека отдельно. Это никто ему не может помочь, только он сам может разобраться в себе. Но люди не хотят разбираться в себе, да, многие. Они занимаются непонятно чьими целями, чужими, да, целями. И, конечно, они потом недовольны. Они несчастливы, и часто они это понимают в конце жизни, и понимают, что жизнь прожита зря. Он жил не своей жизнью, он врал себе. И чтобы себе не признаться, он убегает от себя. Он идет там, напьется там, или накурится там, или наркотиков, или там еще что-нибудь. Прячется. Он не ходит, или убежит куда-нибудь, на то, что ему не нужно. Вместо того, чтобы сесть и подумать, а чего же я лично хочу? Что меня вдохновляет? И если я не знаю, как это сделать, значит, послушать людей, которые могут помочь в этом. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Где можно посмотреть, следующий вопрос, количество iReverts после реконструкции? После реконструкции. Я знаю, что это, значит, оно уже должно появиться у нас в офисе. Оно должно у нас появиться в офисе. Но это я должен посмотреть. Я еще сам не заходил. Но это технический вопрос. Я думаю, что на следующей неделе мы посмотрим, и я отвечу. Ну, как всегда, идем в рекламу. Оно всегда должно быть в одном месте. Мы идем в рекламу. Идем в управление рекламой. И там, где будет редим перевод ревордс, там в этом месте, там они все появляются. Я думаю, что в том же самом. Если что-то изменилось, потому что у нас сейчас меняется сайт. Будет очень красивый сайт. Ну, во-первых, вы знаете, что на прошлой неделе заплатили всем акционерные деньги, да, клуба учредителей. Я всех поздравляю, что получили эти деньги. И даже если у кого-то мало денег, да, поскольку акции будут очень дешевые, это все равно акции, да, и они все равно будут на росте. И поскольку мы еще будем все покупать со скидкой, то это хорошие деньги, да. И надеюсь, что в этом году у людей будет больше акционерных денег. Сейчас, наконец, все поняли, что нужно приобретать акционерные деньги, деньги клуба учредителей, за которые купить потом акции. Скажите, семинар можно будет потом где-то посмотреть? Я не знаю, я сегодня записи не делаю. Если кто-то сделает запись, то мы посмотрим. Александр Жуковский, вы совершенно правы. Ну, даже если я не прав, то я прав, потому что это так. Потому что в жизни действуют четкие законы природы. Строгие, да? Строгие законы. Вы знаете, меня когда-то поразило это. Собственно, все с чего и началось. Потому что я, в общем-то, мы все с вами такие, что нам нужно, мы должны иметь доказательства. Почему мы с вами, скажем, неверующие люди? Ну, скажем, мы верили где-то в себе, да? Но не религиозные. Почему мы не религиозные, да? Почему? Потому что сегодня существует около трех тысяч религий. Я это точно знаю. И каждая религия говорит, слушай, мы правы, мы правы, мы правы. Но и правда-то одна на самом деле. Но действительно все правы. Почему? Потому что любая религия, она как гипотеза. Она дается без доказательства. И это понятно. Взять там 2, 3, 5, 7, 10 тысяч лет назад. Я сейчас был в Мексике. И там в течение 25 тысяч лет, да? 25 тысяч лет этой религии. И все правы. Почему? Потому что люди-то были безграмотные, работали целыми днями с утра до вечера. Как им разобраться? Поэтому им говорили, делай вот так, и у тебя все будет хорошо. Без доказательства. Сегодня у нас это, у многих не проходит. Нужно доказательство, почему это так. И когда я увидел перенос доказательства, то есть законы природы, законы Ньютона конкретно, которые мы учили, 4 закона Ньютона, и когда они перенесены в область сознания, меня это перевернуло, просто перевернуло. Когда просто простой закон, скажем, закон ускорения. Мы знаем, чем больше сила, тем больше ускорение, и все это в направлении действия силы. Это ускорение направлено. Если ускорение вверх, так идет, равное, так сказать, идет, значит, называется ускоренное движение, если стрелка направлена, вектор направлен вниз, то это будет замедленное движение. То же самое в области сознания. Когда вот чем больше усилий мы тратим, тем больше благополучия приходит в нашу жизнь, и все это зависит от наших мыслей. Мысли – это сила. Если положительные мысли, мы идем к успеху. Если отрицательные, идем к неуспеху. Так как сила, да? Если вверх направлено ускоренное движение, вниз замедленное. Когда я это сочетание обнаружил, все, у меня в голове произошла, ну, просто революция с того момента. Да? И когда все эти четыре закона, да, когда они сформулированы в новых условиях, да, скажем, закон притяжения, мы, помните, да, все тела притягиваются, а здесь оно звучит так, мы притягиваем то, что соответствует нашему внутреннему состоянию. Абсолютно верно. Правильные мысли привлекают правильных людей. Неправильные, неправильные. Вы понимаете, есть закон инерции, да? Чем больше тело, которое двигалось, продолжает двигаться, которое находится в покое, оно продолжает находиться в покое, то же самое. Даже знать просто этот закон, можно изменить всю свою жизнь. Что это говорит о том, что если человек находится в успехе, по инерции продолжает идти к успеху. А человек, который находится в неуспехе, по инерции продолжает идти к неуспеху. Как пользоваться этим законом? Если я сегодня не успеха, в неуспехе, я должен перейти в область успеха. То есть человек, или скажем, по инерции, человек движется по инерции до тех пор, пока на него подействует другая сила, более сильная, более сильная, чтобы повернуть его в обратном направлении. То же самое здесь. Если ты находишься в неуспехе, достаточно тебе сделать маленькое усилие, чтобы пошел успех, и дальше ты идешь по инерции. О чем еще это говорит? Это говорит о том, что любое событие, которое происходит, оно всегда повторяется. И не просто повторяется, а в геометрической прогрессии. Поэтому я сказал, когда еще ничего не было, я сказал, что на Украине были революции, были, там были, там всякие, так сказать, беспорядки, были, значит, они и будут по инерции до тех пор, пока не поменяется сознание. Но опять, политики не берем. Поэтому это нужно, с этим нужно заниматься и работать над собой. Так, верификация я пока не делала. Ну и не делала, я вопроса здесь не вижу. Я вас поздравляю, как этот говорит. Если вы еще до сих пор не создали себе источник дохода, дополнительный, как один сказал, то я вам в этом сочувствую. Это шутка такая. Вы знаете, вообще интересно, знаете, о чем я сегодня думал с утра? Я вам сейчас поделюсь своей мыслью. Я сегодня подумал с утра, что самое главное, когда родится ребенок, или рождается ребенок, это читать ему сказки. Сказки – это не сказки. Сказки – это жизнь. Я в детстве любил очень много сказки. Я сам читать не очень любил. У меня был дедушка, и он все время читал сказки. И вы знаете, я сегодня вспомнил одну сказку. Вот мы разговаривали, люди никак не могут поделиться. Сегодня мы разговаривали, тебе говорят, что раньше было хорошо, хотим назад, вот это нам не нравится, поделили. Я вспомнил сказку, классная сказка была, про два жарных медвежонка. Знаете сказку? Когда они стали довольны. Я сейчас расскажу вам ее. Это много хороших сказок, очень хороших сказок, надо читать сказки. Было два жарных медвежонка, и они нашли сыр, палочку сыра. И никак не могли ее поделить, этот сыр. Тот говорит, я буду делить, тот говорит, я буду делить, тот говорит, я буду делить. Наконец идет лиса. Говорит, что вы спорите? Говорит, а вот сыр нашли, а поделить не можем. Нет проблем, она говорит, давайте я вам поделю. Она берет, значит, поломала этот сыр пополам, и говорит, это тебе, это тебе. Один медвежонок начал кричать, как, посмотри, как ты поделила, у него больше сыру. Она говорит, какие проблемы, сейчас я уравняю. Взяла, откусила тот сыр, от того, а теперь этот начал кричать, слушай, так у него теперь больше, у меня меньше. Она говорит, не волнуйтесь, сейчас я поделю. Она теперь у этого откусила, а теперь этот кричит, посмотри, так у нее теперь больше. В общем, она кусала до тех пор, пока у них обоих не осталось по маленькому-маленькому кусочку. И она теперь говорит, а вы теперь довольны? А теперь, говорит, мы довольны. Так я говорю, что надо думать, да, прежде чем что-то делать и что-то менять, да. И люди, говорят, вспоминают, что вот раньше было хорошо, вот хотим как было раньше. Не может уже быть как раньше. Потому что я убежден, просто убежден. Там, где личность не может проявляться, а где личностью управляют, где личностью управляют, то есть такие системы, как социализм, фашизм, любая диктатура рано или поздно начинает понимать каждый. Эта система разваливается. Нужно просто давать больше возможностей на личности. Законы должны переходить давать возможность совершенствоваться личности и тогда будет меняться целое государство. Другого пути нет. И с этого всегда нужно начинать. У вас перед Новым годом была очень ценная лекция, вы сделали нам подарок, где ее можно найти. Галина. Галина, если у вас есть мой скайп, если у нас, да, это правда, это правда, я дал очень хорошую информацию, у меня есть цикл из семи лекций, и это была первая лекция, но народ ее не оценил, да, и я понял, что когда что-то дает совершенно бесплатно, так устроена жизнь. Если человек за это ничего не заплатил, если это ему ничего не стоит, он ее никогда не оценит. Это касается всего. Вы знаете, есть на этот счет, есть такая история, я вам сейчас я расскажу. Отец был довольно богатый, и он сыну всегда давал деньги. И сын эти деньги транжирил, ну просто их на вечер сжигал их, он ему да, сколько бы он ни давал, этот сын тратил, и даже глазами не моргнул. И однажды отец думал, ну все, не буду я давать ему деньги, значит, пусть он сам себе пойдет, заработает. Ну действительно, сын устроился на работу, и очень тяжело работал, и в конце концов прошел месяц, и он заработал деньги, прибегает, говорит, отец, смотри, сколько денег заработал. Отец берет эти деньги и в печку их раз. Это сын, да ты что, отец, это влез руки, руками в эту печку, вот огонь, обжегся весь, пока достал эти, значит, деньги, и говорит, что же ты делаешь, отец, это же я заработал. А он говорит, вот видишь, когда я тебе давал деньги, ты их сжигал легко и тратил, а когда ты сам заработал, тебе их жалко. Так устроен человек, к сожалению, к сожалению. Поэтому эту лекцию, вы мне позвоните, я вам дам, конечно, да, там хорошее начало, хорошие мысли, и я вам скажу, что работает, работает, 100% в случаях. Когда какая-то вещь работает в 100% в случаях, я называю это законом. Кто-нибудь ведет запись вебинара? Не знаю. Ваша сказка как раз политическая. Ну, не знаю, это не политическая, это сказка, не помню даже чья, но я ее помню, что в детстве ее рассказывали. Вот такие пироги. Так, я больше вопросов больше не вижу, больше не вижу, поэтому я надеюсь, что сегодня мы просто немножко, как говорится, сменили, да, сменили пластинку немножко по-другому, и я надеюсь, что я ответил на те вопросы, которые вы задавали, и мне с вами было очень приятно сегодня просто, ну, просто, просто, просто поговорить. Я вас всех сегодня благодарю за то, что вы здесь были, и мне очень приятно, что все совершенствуются, что все такие хорошие, и нас ждут очень хорошие дела в Акцессе, очень хорошие дела, и я думаю, что мы все будем довольны, что мы в Акцессе, потому что именно развиться в Акцессе, потому что мы убиваем двух зайцев. Первое, мы совершенствуемся, и второе, мы при этом зарабатываем и создаем себе какой-то задел по жизни. Всех вам благ, здоровья на целую неделю, и до встречи через неделю. Всем, как говорит Галя, добра и мира, мира и добра. До свидания, до свидания, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok